Стоимость проезда в троллейбусах в Республике Крым составляет 12 рублей. В Севастополе с 1 мая – 15. Такая разница вызвала возмущение руководителя города Дмитрия Владимировича Овсянникова. Обсуждался вопрос 12 рублей. Тот уровень, который действует на сегодня в Республике Крым по троллейбусам. Почему у нас с 1 мая уровень тарифа был установлен 15 рублей? Это в первую очередь обусловлено операционными затратами. И самое главное – это рост электроэнергии. Если конец 2016 года 1 кВт-час стоил рубль 87 для Севоэлектроавтотранса, то сегодня стоит 4,60 в три раза. Глава Севастополя отметил, такое повышение тарифов на электроэнергию не имеет значения. Средства будут компенсированы за счет снижения сдержек предприятия Севоэлектроавтотранс. Как я докладывал во время отчета в ЗАГС собрания, резкого роста не будет. Он будет до уровня Республики Крым 12 рублей. То есть вы такую работу, получается, делать не планировали. Просто подняли до 15 рублей. Я правильно правил? Да, точно. Все-таки давайте вот эти поручения выполнять. Уровень роста 12 рублей. Все остальное вы решаете вместе с предприятием за счет работы с издержками. По словам заместителя губернатора Севастополя Владимира Васильевича Базарова, в ближайшие два дня стоимость проезда в городских троллейбусах будет снижена до 12 рублей. Сейчас приказ губернатора будем выполнять. Два дня максимум нужно предприятию, чтобы перейти. То есть на этой неделе мы с ним тарифы снимем. Приказ выйдет сегодня, я думаю, с 4-го. Владимир Базаров отметил, что проезд на катерах останется прежним – 20 рублей. Кроме того, на аппаратном совещании сообщили, 411 миллионов рублей будут дополнительно выделены из федерального бюджета. Деньги пойдут на компенсацию лизинговых платежей. Предприятие Севавтотранс и Севэлектроавтотранс – государственной транспортной лизинговой компании. Из этих 411 миллионов рублей 360 миллионов предназначались, ну или предполагается будет предназначаться нашему предприятию электротранспорта, соответственно, оставшаяся часть Севавтотранс на возмещение расходов по оплате лизинговых платежей, запоставленной или, как в случае электротранспорта, подлежащего в последующем доставке в город подвижного состава общественного автотранспорта. С просьбой о выделении дополнительного финансирования Дмитрий Овсяников обратился к вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Казаку в рамках прошедшего недавно Международного ялтинского форума. Если бы стоимость лизинговых платежей не была бы компенсирована, цена на проезд в городском общественном транспорте могла бы составить порядка 25 рублей. Святослав Данилов, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.